Александр Лукашенко потребовал обеспечить белорусских медиков современным оборудованием. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Соответствующую задачу президент поставил в среду 30 октября во время посещения Республиканского научно-практического Центра онкологии и медицинской радиологии имени Александрова. Он заявил, что ключевым вопросом является оснащение белорусских врачей современным медицинским оборудованием и техникой. «Надо сделать, чтобы наш врач был оснащен так, как зарубежный, и не дай бог, если в следующем году где-то будет простаивать какая-то дорогостоящая техника», — сказал белорусский лидер. В свою очередь глава Минздрава Владимир Караник обратил внимание на тот факт, что в стране возрастает количество врачей. В связи с этим уже в ближайшие годы потребность отечественной системы здравоохранения в специалистах, по словам министра, будет закрыто. «По зарплате тенденцию переломили. Думаю, кадры мы удержим», — отметил руководитель ведомства. Совет министров утвердил постановление номер 725 от 29 октября 2019 года. Документ предусматривает отмену сбора за покупку билетов на поезд через интернет. Также не придется платить сбор за предварительную продажу билетов на автобус. Постановление было размещено на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Постановление отменяет сбор за покупку билетов на поезд через интернет. В результате не нужно будет платить 24 копейки за заказ и оформление билета на поезда региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий, а также 78 копеек за билет на международные поезда. Целью нововведения является стимулирование онлайн-продаж билетов и сокращение затрат на организацию работы билетных кассиров. Кроме этого, пассажирам не придется оплачивать 11 копеек сбора за предварительную продажу билетов на автобус при пригородных и международных перевозках. Свыше 460 тысяч евро за три года планируют потратить на создание центра продвижения, поддержки предпринимательства и инноваций в Глубоковском районе. В основе будущей деятельности центра – синтез науки, информационных технологий и человеческих ресурсов. Реализация проекта проходит в три этапа. Первый из них – подготовительный, финиширует в конце этого года. В Гомеле маленький ребенок внезапно выскочил перед автомобилем на дорогу. Аварии чудом удалось избежать. Видеозаписью поделился пользователь YouTube. Как указано в описании ролика, инцидент произошел во дворах многоэтажных домов в районе МЖК «Солнечный». На кадрах видно, как водитель двигается на автомобиле по дворам на маленькой скорости. Внезапно из-за припаркованного микроавтобуса выскочил ребенок на детском велосипеде и чуть не угодил под машину. К счастью, водитель успел притормозить, столкновение удалось избежать. Если бы не слаженные действия водителя, совершенно безобидная ситуация могла бы закончиться трагедией. Витебские таможенники выявили факт незаконного перемещения крупной партии автомобильных запчастей общей стоимостью почти 70 тысяч белорусских рублей. Автопоезд «Скания» прибыл из Литвы с целью проведения таможенных операций в ведомственный пункт таможенного оформления. Согласно товаросопроводительным документом, который водитель представил таможенникам для оформления, в грузовом отсеке авто перемещался сборный груз из запасных частей для автомобилей, реле, масляные насосы, электродвигатели, стеклоомыватели, фары противотуманные, масляные радиаторы и другое. Вместе с тем при таможенном досмотре витебские таможенники установили нахождение в грузовом отсеке авто еще более 4,5 тысяч неуказанных в документах автозапчастей. По данному факту витебской таможне начат административный процесс. Ворше студент угнал чужой автомобиль, чтобы добраться до своего вуза. Заметая следы, он обсыпал салон перцем. Студента второго курса Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в Горках весело провести время в Витебске позвал знакомый, в распоряжении которого была личная машина. Весь воскресный день парни катались по городу в поисках приключений и приятных знакомств. Вечер продолжился на малой родине владельца авто в Орше. Праздник жизни закончился с последним литром бензина, после чего оршанец, как настоящий друг, довез приятеля до вокзала. Там выяснилось, что в 11-м часу вечера добраться из Орше к утру понедельника до Горок весьма проблематично. Тяга к знаниям подтолкнула студента к преступлению. Парень присмотрел Вольсваген и уехал на нем в Горке. Чтобы сбить с толка правоохранителей, он оставил в машине пару бутылок от безалкогольных напитков, а в качестве превентивной меры от кинологов обсыпал салон перцем, не учтя наличие многочисленных камер наблюдения, по которым его и нашли. На занятия студент успел, но расплата будет высока. В соответствии с частью первой статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь ее определит суд. 12 декабря в Соединенном Королевстве состоятся досрочные парламентские выборы. Ожидается, что выборы решат судьбу Брексит. За проект закона по поводу досрочных выборов в общин проголосовали 438 депутатов против 20. Еще 181 депутат воздержался. С помощью обновления состава парламента премьер-министр Борис Джонсон хочет преодолеть споры из-за выхода из состава Евросоюза. На данный момент партия Джонсона не имеет большинства. После выборов премьер планирует оживить ситуацию с Брексит и утвердить сделку с Брюсселем от 17 октября. Согласно последним опросам, рейтинг премьера остается высоким. В Израиле раскрыли крупную сеть по торговле живым товаром. Сутенеры привозили девушек из России и Украины и заставляли заниматься проституцией. Как сообщает израильское издание «Израиль Хайом», накануне в Тель-Авиве задержали 15 человек. Известно, что главарем преступной банды являлся 41-летний гражданин Израиля. Преступным бизнесом занималась также его супруга. Девушкам предлагали работу в Израиле в разных сферах. Молодым иностранкам обещали легкие деньги, однако на месте сказка превращалась в кошмар. Девушек заставляли заниматься проституцией. Пострадавшие не могли никуда обратиться, так как не знали языка и не могли свободно передвигаться по городу. В настоящее время все девушки, которых освободили, находятся под защитой государства. Им предстоит выступить в суде в качестве потерпевших. Сверхзвуковой автомобиль Bloodhound LSR разогнался с 80 до 480 км в час. На это ему понадобилось лишь 13 секунд. При этом максимальная скорость реактивного автомобиля составила 537 км в час. Добиться феноменального результата удалось за счет использования двигателя производительностью 135 тысяч лошадиных сил. Испытания проводились на специально подготовленной трассе в пустыне Калахари в Южной Африке. В ближайшее время команда создателей автомобиля планирует добиться скорости в 800 км в час. При этом цель будет достигаться постепенно. Во время каждого нового испытания скорость будет увеличиваться на 80 км в час. В 2020 году команда Bloodhound планирует побить рекорд скорости, установленной в 1997 году. Тогда сверхзвуковой автомобиль достиг показателей в 1228 км в час. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok